Здравствуй, Республика! Начало нового дня вновь с тобой. Один на один встречаю я, Наталья Чудина и проект «Утро Хакасси». Хотите получить заряд бодрости и энергии? Не переключайтесь! Что день грядущий нам готовит и какие события произойдут сегодня? Достоверно об этом неизвестно. За то, что произошло 30 января в разные годы истории, расскажу. И начну, пожалуй, с самого светлого и морозного праздника. В России отмечают День Деда Мороза и Снегурочки. Праздник связан, кстати, даже не с теми персонажами, которые приходят к нам под Новый год, а с красивой легендой о том, как Снегурочка по прихоти бога любви Леля полюбила человека и не улетела на север. Но любовь была невзаимной и весной она растаяла. Интересный факт. Если мы обратимся к генеалогическим корням Деда Мороза и Снегурочки, то выяснится, что они не дедушка и внучка, как мы привыкли, а отец с дочерью. Ведь у Мороза была жена, красавица весна. Таким образом, вопрос, а где же родители бедной девочки? Отпадает сам собой. Событие, повлиявшее на развитие мореходства, произошло 30 января 1790 года. В Англии была испробована первая в мире спасательная шлюпка. Конечно, спас средства для терпящих крушения существовали и до этого, но это была первая шлюпка, которая базировалась на берегу. И в любой момент она готова была выйти на помощь. Ну никак нельзя сегодня обойти стороной день рождения Исаака Дунаевского, советского композитора и дирижера, автора 11 оперет, 4 балетов, музыки к нескольким десяткам кинофильмов, множество популярных советских песен. Дунаевский – человек, творчество которого можно смело назвать классикой советской песни. Сердце тебе не хочет собакой. Марш энтузиастов, школьный вальс. Каким ты был, таким ты и остался. Эти песни знала наизусть со странам. Да и сейчас уже новое поколение нет-нет и вспомнит эти душевные мелодии. А знаете, полное имя композитора, бог бы не ошибиться. Ицхак Бербен Бецалель Йозеф Дунаевский. Вот такое сложное имя. Народный же календарь сегодня чествует святого с именем гораздо более простым – Антона Перезимника. Пол зимы уже позади. Правда, теплой погоде в этот день верить не советовали. Кроме того, подмечали. Если небо заволакивается тучами – к метели. Ну вот и мы подошли к погоде. Она сегодня и правда будет относительно комфортной. В республике временно отпустил мороз. Но это лишь затишье перед бурей. Ночной и дневной градус не критичен. Что касается ветра, то направление осталось прежним – юго-запад. Но скорость воздушных потоков резко уменьшилась. В Хакасии осадков не ожидают. Теперь подробнее. Пусть Абакань и Черногорске погодные условия схожи. Днем минус 8, ночью минус 12 градусов. Слабый ветер с небольшими порывами. Пасмурно, без осадков. В Сорске в светлое время минус 9, с наступлением ночи минус 15. Без осадков значительная облачность. Слабый ветер с небольшими порывами. В Черногорске пасмурно, снега не ожидают. Днем всего минус 9, ночью минус 11. Легкий ветерок. В Бене значительная облачность. Минус 7 днем, минус 10 ночью. Осадков нет. Легкий ветер. В Белом Яре небо затянуто без осадков. Днем минус 9 и ночью минус 12. Слабый ветер с порывами. А в Аскезе днем минус 9, ночью всего 11 градусов ниже нуля. Облачно с прояснениями, без осадков. Легкий ветер. В Баграде температура минус 8 днем, ночное время минус 10. Снега нет. В Широ пасмурно, без осадков. Днем всего лишь минус 6, ночью до 14 мороза. Слабый ветер с порывами. В Абазе облачно, с прояснениями, без снежья. Тихий ветер с юга. Минус 10 днем, ночью температура упадет до минус 17. Вечером слабый туман. В Таштыпе в светлое время минус 10, в сумерках минус 14. Снега нет. На небе редкие бегущие облака. Тихий ветер. В Копьево хмурое небо, но без осадков. Днем все те же. 10 градусов со знаком минус, ночью минус 13. Слабый ветер с порывами. В Абакане днем комфортная температура. Минус 9 градусов, ночью до минус 12. Погода пасмурная, вероятность кратковременных осадков в внутренние часы. Ветер слабый с юга-запада, но с порывами. Очень высокое атмосферное давление. Влажность в пределах нормы. Да, в такую погоду лед должен быть особенно крепок, а это на руку нашим хоккеистам. Абаканские саяны после неутешительного выезда на восток ведут усиленные тренировки. Это не только тактические учения, но и отработка стандартных положений. Саяны в полном составе на льду играют против друг друга. После восточного рейда, который закончился чередой поражений, необходимо крайне активизироваться. Тренировщикам штабе уверяют, потеря очков после нового года – это длительные каникулы и, соответственно, спад в игровой подготовке. Вот этот перерыв пошел нам не на пользу, я бы так сказал. Мы набрали определенный игровой ритм в декабре, но вот этот двухнедельный перерыв мы, видимо, провели неправильно. Ну, скорее всего, здесь больше в функциональном плане была проблема на востоке. Мы приехали на восток и попали под спад. Так получилось, что и сейчас у клуба возник длительный перерыв – ближайшие матчи в первой декаде февраля. Поэтому главное внимание к тренировочному процессу, особенно к домашним заготовкам и розыгрышу стандартов. Сейчас вот именно на поднятие функциональной подготовки команды. Вот на этом в основном. Вот первую неделю отдыха мы отошли от льда и в основном занимались тренажерный зал, кроссовая подготовка. Я бы так сказал, мини-подготовительный период, чтобы поднять вот именно физику, поднять функциональное состояние команды. Вот на это был сделан акцент. Сейчас вторую неделю перешли уже на ледовые подготовки. Пока же Саяна удерживает первую строчку в своей группе после 16 игр 34 очка. В активе команды 11 побед, 1 ничья и 4 поражения. В группе преследования «Инисей-2» и дублеры «Сканев-Тенника». Ближайший отрыв у красноярцев всего лишь 6 очков. Поэтому матчи в соседнем крае становятся для республиканской ледовой дружины очень и очень серьезными. Большого адронного коллайдера уже недостаточно. Нужен еще больше. Ученые намерены построить новый ускоритель почти в 4 раза больше, в 7 раз мощнее и во много раз дороже. Будущий циклический коллайдер закончат к 2050 году. Проект обойдется в 20 миллиардов евро. Но интрига даже не в том, кто даст такие деньги, а в том, что экстрановый научный объект открытий не гарантирует. Многие ученые уже возмутились. А может средства потратить на что-то более полезное? Да провести ту же воду в Африку? В общем, у авторов достаточно времени взвесить все за и против, пока точных сроков реализации такого масштабного проекта нет. Да уж, новости из нашей родной Хакасии таким размахом не отличаются. Но тоже интересные. Коммуналка плюс проценты банку. Такой неприятный сюрприз получили абаканцы. С платежей за тепло с населения стал собирать комиссию Хакасский муниципальный банк. То есть с 1 января с перевода в пользу сибирской теплосбытовой компании берется сбор минимум 20 рублей. Позиция банка связана с отказом поставщика услуг, то есть теплосбытовой компании, оплачивать комиссию за абонентов. А вот тепловики обвинили в этом управляющей компании. Так или иначе, но ситуации заинтересовались в Уфас. Специалисты пообещали изучить все обстоятельства и дать оценку. Хакассия вторая в списке регионов с самым грязным воздухом. Республика уступает лишь Забайкальскому краю. Специалисты подтверждают, в последние годы ситуация в республике ухудшилась. Наглядный пример Черногорск. Воздух настолько загрязнился, что город попал в список территорий, требующих особого внимания. Переживают и абаканцы. Повышение концентрации вредных веществ связывают с автомобилизацией населения. Количество транспорта достигает более 70 тысяч. Кроме него, нехороший вклад в атмосферу республики вносят угольные котельные и печки частного сектора. Почти 3,5 тысячи человек заболели гриппом и ОРВИ. В основном болеют малыши и подростки. Эпидпорог превышен в Черногорске, Сорске и Усть-Абаканском районе. В целях предотвращения массового распространения вируса и инфекции специалисты Роспотребнадзора рекомендовали на этих территориях приостановить учебный процесс. В целом в Хакасии, в 46 классах образовательных учреждений и в 8 детских садиках объявлен карантин. Веселые старты, хороводы и танцы на льду. Так абаканцы отпраздновали сразу два события. День студента плюс День Деда Мороза и Снегурочки. Веселье прошло на ледовом поле Преображенского парка. Вечерний карнавал на льду придумал и организовал Абаканский дворец молодежи. Хотя виновники праздника студенты на каток не вышли, вместо них зажигала ряжная бедвора, которая повеселилась вдоволь. И еще одна новость. Замечу, не самая приятная. Жители Абакана теперь будут платить за тепло больше, хотя сам тариф не вырос. Сумма увеличилась, потому что с нового года с платежей за тепло в Хакасском муниципальном банке с населения стали брать комиссию. Возмущенные люди обратились в нашу телекомпанию с просьбой разобраться, законны ли эти сборы. Практически все коммунальные платежи жители республики сегодня делают в Хакасском муниципальном банке. Недавно в отделениях появились вот такие предупреждения. С 1 января с перевода в пользу сибирской тепло с бытовой компанией берут комиссию. Минимум 20 рублей с каждого перевода. Возмущение людей понятно, ведь раньше такого не было. Пенсионеры и так считают каждую копейку. А тут новые поборы. Ну зачем комиссию, когда мы платим и так туда? Я не знаю. Это, я думаю, лишнее. Как вы считаете, для всех пенсионеров, конечно, тяжело. Особенно у кого есть маленькая торги и все. Я живу в Черногорске, но уже давно берут комиссию, так что... Позиция банка связана с отказом поставщика услуг, то есть сибирской тепло с бытовой компании, оплачивать комиссию за абонентов. С 1 января сибирская тепло с бытовой компанией отказалась от оплаты комиссии. Поэтому комиссия за оплату за тепло и за горячую воду теперь занимается с плательщиков при оплате. Так как получателем денежных средств является СТК, по-моему, у них организованы какие-то точки приема бесплатные. А вот тепловики обвинили в этом управляющие компании. Говорят, большинство из них через протоколы общих собраний жильцов перевели людей на прямые платежи ресурсника. И не довели до населения все последствия. Раньше люди платили через жилищные организации. И те закладывали комиссию банков в затраты по содержанию общедомового имущества. СТК это было удобно, и они компенсировали затраты банку. Но теперь управляшки решили сбросить лишнее бремя. Это было сделано по инициативе управляющих компаний. Им стоит обратиться в свою управляющую компанию с выяснением. А затраты, связанные с комиссией банков, у них с содержанием на общедомовое имущество, они убраны или нет? Если данная услуга у них еще осталась, они должны заставить управляющую компанию снизить у себя этот тариф. Ситуации заинтересовались в Уфас, куда начали поступать жалобы от населения. Специалисты пообещали изучить все обстоятельства и дать оценку. В 2017 году антивонопольщики уже выносили предупреждение Хакасскому муниципальному банку за комиссию с налоговых платежей. После вмешательства Уфас банк эту комиссию убрал. Как будут развиваться события в этот раз, продолжит отслеживать и наша телекомпания. Сделать флейту из чего угодно, такой суперспособностью обладает Сычао Ши. Он легко может сыграть вам и на венике, и на кирпиче, да и много еще на чем. Но все-таки больше всего ему покоряются овощи. Только оцените звук моркови. Картофель в его руках тоже становится прекрасным инструментом. А в руках повара горячо любимые россиянами клубни стали бы прекрасным гарниром. И для оригинальности с ним можно подать не курицу, как обычно, а цесарку. О ней наши пять фактов. Цесарка или царская птица – это редкий гость при усадебных хозяйствах. Впрочем, не так давно ее популярность была неоспорима, поскольку птица отличается не только крайне симпатичным внешним видом, но и отличными показателями веса, качества яиц и мяса. К тому же многие фермеры используют их для уничтожения вредителей – от червей до слезняков. Цесарка зарекомендовала себя, как и отличное средство против колорадского жука. Не все знают, что мясо этих птиц отличается насыщенностью полезными веществами. В мясе цесарок содержится 95% аминокислот и водорастворимых витаминов, а также минеральных веществ. Именно поэтому такое мясо полезно как взрослым, так и детям. Специалисты рекомендуют добавлять мясо этих птиц в рацион пенсионеров и беременных женщин, когда организм особенно нуждается в поддержке. Поэтому так полезно содержать цесарок, вес которых набирается довольно быстро. Яйца цесарок отличаются высокой питательной ценностью, поскольку в их состав входят различные группы витаминов, а также фосфор, калий, кальций, железо, аминокислоты, каротиноиды, провитамин А. Кроме того, белок обладает бактерицидными свойствами. Благодаря полезным качествам яйца используют его для лечения многих заболеваний – от глазных недугов до болезней центральной нервной системы, желудка и кишечника. Они очень полезны для кормящих мам. Родиной этой красавицы является Африка, однако в античное время птицу привезли в Древний Рим и Грецию. В России цесарка появилась в 17 или 18 столетии, и содержалась она в царских птичьих дворах. В Советском Союзе птица стала использоваться для получения мяса только в 1945 году. Помимо мяса и яиц, удивительно красоты перья применяются для создания украшений. Сложно поверить, но накладные ресницы тоже часто делают именно из этого материала. Пёрышки незаменимы и в маникюрном сервисе. Род цесарки насчитывает всего лишь 7 видов. Птица своим видом чем-то напоминает курицу, впрочем, это неудивительно. Они приходятся друг другу дальними родственницами. Тело и ноги цесарки среднего размера, а вот шея длинная и голая. На темени этой птицы есть небольшие кожные наросты, скрытые перьями. Все виды цесарок – это стайные птицы, которые живут группами по 20-30 особей. Двигаются они в основном шагом, хотя в случае опасности способны бегать. Летают они очень редко. Микрофинансовые организации и банки теперь не смогут устанавливать проценты больше, чем в 2,5 раза превышающие сумму основного долга. 28 января вступили в силу изменения в два федеральных закона. Более детальное нововведение нам сегодня расскажет начальник юридического отдела подразделения Банка России в Хакасии Вячеслав Каспирович. Доброе утро. Здравствуйте. Вячеслав Владимирович, поясните, что попадает в предел 2,5 раза? Можно на примерах? Чтобы было наглядно, на примере, если вы взяли кредит в сумму 1 тысяча рублей, начисленные проценты, если будет просрочка штрафа, неустойки, комиссии и так далее, не могут превысить сумму в 2,5 тысячи рублей. Всего ваша задолженность по этому кредиту, максимальная, будет 3,5 тысячи рублей. То есть сейчас нового долга, который вы брали и вернете, и начисленные проценты, неустойки, штрафы. Это должно быть за все время пользования кредита или это за год каждая такая сумма? Нет, это все предельная сумма, при достижении которой начисления прекращаются. Банк России, говорят, продолжает придерживаться политики социализации микрофинансового рынка и в дальнейшем. Следующее снижение произойдет, говорят, 1 июля. Там уже будет двукратная сумма. Новости только хорошие. А к началу 2020-го вообще сократят до двукратной суммы. Полуторакратной. То есть, допустим, если человек взял у микрофинансовой организации или банка 10 тысяч рублей, сейчас вернуть он должен больше 35 тысяч рублей, да, а в дальнейшем гораздо меньше. А что касается ежедневной процентной ставки, она будет меняться? Да, с 28 января 2019 года введено ограничение, не более полутора процентов в день может начисляться, а с 1 июля 2019 года не более 1 процента в день. Это позволит исключить недобросовестные практики, которые имели место, когда в начале срока займа начисляются повышенные проценты, затем они снижаются, но в целом гражданин платит большую сумму. Ну, тут, наверное, встает вопрос о тех кредитах, которые мы платим очень долго. К примеру, ипотечные, вот у ипотечников будут какие-то перспективы? Ну, про перспективы говорить сейчас сложно, а вообще введенные ограничения, они распространяются только на краткосрочные, сроком до 1 года, кредиты и займы. Увы. Раньше заемщики часто сталкивались с тем, что банк мог перепродать их долг. Что сейчас будет с этим? В законодательстве введены ограничения по кругу лиц, с которым может быть переуступлено право требования по кредитам, займам, по которым наступила просрочка. Это могут быть либо профессиональные кредиторы, это банки, МФО и так далее, либо профессиональные организации по взысканию долгов, коллекторские агентства, например. Либо это может быть физическое лицо, ну, например, родственник, с которым в последующем заемщик будет рассчитываться. Остальные лица не имеют права требовать возврата долга на численных процентов и всех остальных сумм, в том числе, в таких требованиях им откажет суд. То есть нас, по сути, этим актом как бы оградили от черных коллекторов? Получается, да. По данным Нацбанка Хакасии, за 9 месяцев 2018 года, в сравнении с 2017, число региональных микрокредитных организаций сократилось, да и к ним обращаться люди стали гораздо меньше. С чем это может быть связано? Здесь два фактора. Во-первых, население стало более финансово грамотно. При выборе финансовых продуктов подходит более взвешенно к своим финансовым возможностям. В проекте кредитного договора, которому предлагается для ознакомления и подписания, в правом верхнем углу в квадратной рамке крупным шрифтом указывается полная стоимость займа, и гражданин видит, какую сумму ему придется возвращать. И это многих останавливает. И во-вторых, за тот же период предыдущего года люди стали чаще обращаться в банки. Банки выдали населению Хакасии больше кредитов. Спасибо большое, что пришли к нам в студию этим утром. Спасибо вам. Ну а нашим зрителям я советую не переключаться, ведь впереди вас ждет астропрогноз. Овны, наведите порядок в доме, переставьте мебель, начните небольшой ремонт. Тельцы, вы склонны к материальным наслаждениям, и сегодня можете им предаться. Близнецы, дайте волю своей фантазии, сегодня судьба дает вам шанс. Раки, пытаясь произвести впечатление, не сорите деньгами. Львы, день хорош для интеллектуального труда. Девы, откажитесь от лишних трат и начните экономить. Весы, возможно, этот день принесет вам приятные сюрпризы. Скорпионы, у вас будет избыток жизненных сил, но не наваливайте на себя слишком много. Стрельцы, возможно, внезапное знакомство, которое будет приятным, но недолгим. Козероги, в этот день лучше отказаться от любых новшеств, нельзя простужаться, так как можно заболеть. Водолеи, ваше противостояние с представителями противоположного пола ни к чему. Это будет выглядеть не совсем красиво. Рыбы, в этот день воздержитесь от приобретения материальных ценностей. Лучше обратитесь к молитве и ценностям духовным. Веселые старты, хороводы и танцы на льду. Несмотря на мороз, десятки горожан вышли на каток. Да не просто вышли, еще и костюмы надели. Мы тоже побывали там и убедились, настоящему веселью мороз не помеха. Преображенский парк. Этим ребятам все ни почем. Ни 17-градусный мороз, ни пронизывающий ветер. Вечерний карнавал на льду придумал и организовал Абаканский дворец молодежи, приурочив сразу к двум датам. Послезавтра будет праздник. Оказывается, у нас в России есть такой праздник. Деда Мороза и Снегурочка. Такая прощальная гастроль. И поэтому они зашли к нам сегодня поздравить студентов. Зажигательные конкурсы, веселые старты. Хоть и виновники праздника студенты на каток не вышли, зато детвора, наряженные в маскарадные костюмы, повеселилась вдоволь. Тут очень круто. Наша база нахуй. Тут красиво. Тут елка есть. Все классно, все хорошо. Классный праздник, несмотря на холод. Да, да, да. Все семьи пришли, отдыхаем. Как бы все нормально. Классный праздник. Хорошо. За здоровье поднимаем. Но чтобы участники карнавала на льду все-таки не замерзли под натиском ветра и холода, к ним на подмогу подоспел огонь. А любители развлечений в более теплой атмосфере всегда рад встретить культурный центр Луначарский в Черногорске. Причем популярностью здесь пользуется не только кинотеатр с самыми актуальными новинками проката, но и студии разных творческих жанров, посещать которые можно совершенно бесплатно. Петь не хуже современных артистов, покорять сцены хореографии, а теперь и пробовать силы в театральном жанре. Всем этим творческим премудростям научат в городском центре культуры и досуга. Всегда на гребне хореографической волны зажигают в танце, удивляют новыми постановками воспитанники студии «Пируэт». Здесь занимаются ребята от 4 до 18 лет. Хореограф уверена, этот вид творческого жанра стоит попробовать каждому. Ведь наряду с гибкостью и развитием разных групп мышц ребенок уносит в занятии другой полезный багаж. Ребенок, который занимается хореографией, он преодолевает в себе стеснительность, неуверенность. У ребенка повышается самооценка. И я считаю, что даже придя в школу, это помогает ему в учебе. Потому что ребенок уже может спокойно ориентироваться, отвечать очень хорошо у доски, не бояться и не стесняться никого. Я считаю, что это очень важный момент в жизни любого ребенка. Плюс это сплочение коллектива, это дружба детей, причем детей из разных школ, детей из разных семей, детей разного социального, даже можно сказать, положения. Придя сюда малышами, многие не оставляют жанр даже в студенчестве. Грацию и потянутость сформируют танцуя, где еще с таким драйвом можно всегда поддерживать физическую форму и при этом зажигать на сцене. Мне это нравится очень, и я занимаюсь этим с детства. Ну и что мне это дает? Ну, хорошую физическую форму, и я думаю, оно для души. Я думаю, заниматься нужно через день. Занимаюсь в череду дни, не пропускаю ни одного занятия, чтобы оставаться в хорошей физической форме. Наряду с пироэтом в Луначарском есть еще две хореографические студии, а вокальных и того больше. Причем в этом жанре возрастные рамки вовсе не ограничены. Без вокалистов здешних студий не обходится ни одно городское мероприятие. Да что там, звонкие черногорские голоса давно покорили республику и слышны даже за ее пределами. А не так давно в культурном центре появилась и другая студия, спасающая от стеснительности и неуверенности театральная, посещать которую также можно совершенно бесплатно, да еще и устраивая семейный подряд. Очень такие широкие творческие планы, задумки. Мы столько уже с ней обговорили. Когда они с детьми беседовали, родители решили подключиться. Самое интересное, что они сказали, что они с удовольствием будут раз в неделю заниматься вместе со своими детьми, что даст, безусловно, гораздо более высокие результаты. И детям будет более интересно заниматься, когда твои родители рядом с тобой занимаются тем же делом, что и ты. Для любителей юмора готовят к открытию Черногорский клуб. Веселых и находчивых не откладывайте в долгий ящик, познакомиться поближе с кружками и студиями Луначарского. Подобрать удобное время занятий и выбрать педагога по душе можно уже сегодня. А сейчас давайте перенесемся на Мальдивы и полюбуемся самым необычным пляжем. Ночью эта прибрежная полоса становится просто сказочной. Эффект свечения создают динафитовые водоросли, обитающие в местных водах при движении. Да что там говорить! И без светящегося океана пляжи Мальдив волшебны. Вот я бы ни минуты не сомневаясь окунулась в это волшебство. Жаль, нет такой возможности. Зато есть возможность посмотреть рубрику по приколу. Давайте хоть посмеемся, что ли. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok